Вводится механизм защиты пенсионных накоплений граждан от незаконных переводов. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакиным. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Итак, те пенсионные накопления, которые были зачислены на лицевые счета граждан до введения моратория, сейчас действительно и могут инвестироваться в любой пенсионный фонд по выбору их правообладателя. Что в ПФР, что в МПФ. Однако практика показывает, что средства от пенсионных накоплений могут перевести в другой МПФ и без воли изъявлений их владельца по поддельным документам. Конечно, свои накопления можно вернуть обратно в тот фонд, откуда их незаконно вывели. Достаточно подать туда заявление. Но проблема в том, что при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного фонда в другой до истечения пятилетнего срока, с года последнего перевода, теряется инвестиционный доход, полученный за этот период. Таким образом, по вине мошенников человек вынужден потерять часть своих денег, возвращая их обратно. Но с июля этого года в закон вводится новое правило. Если суд признает договор об обязательном пенсионном страховании недействительным, гражданинам должны будут восстановить инвестиционный доход, а также доначислить проценты за незаконное пользование средствами пенсионных накоплений. Закон номер 415. Как видно, гражданам, как и раньше, придется обращаться в суд и доказывать, что их деньги перевели незаконно. В законе предусмотрена лишь гарантия того, что в случае вынесения судом положительного решения, инвестиционный доход точно сохранится. Так как в практике есть примеры, когда суды отказывали его восстановить. Друзья, еще больше новостей на нашем телеграм-канале приоритеты. Обязательно подпишитесь и следите за новшествами в законодательстве. Ссылка в описании. И расставляйте приоритеты правильно. Сначала знания, потом действия.